Всем привет! С вами канал Артмания. Что ты там показываешь? Картинки свои? Время почти десять доходит. Дима дал сегодня маме поспать. Как ты ее поднимаешь? Угу. У нас время десять. Спала хорошо так. Ой, какой щельный! Только проснулась, захожу. У него кроватка вот тут стояла, он опять доехал. Смотрю, какой-то мусор здесь. Господи, думаю, что он опять распотрошил. Дверца открыта шкафа. И вот эта вот подкладка для этой... Какая-то у меня там шубка, кожаная куртка. Не знаю, что там сейчас лежит, уже забыла. Он сделал дырку. Как мышь какая-то прямо. Разорвал он их. Может, там чуть-чуть была дырка, я сейчас не помню. Наверное, была. Вот он сделал как мышь. Я говорю, Дима, ты как мышь. Да? И пошла взяла камеру. Надо умудриться распотрошить. Причем там такая дырка большая, здесь прям маленькая по кусочкам. Вешалка вот тут маленькая висит. Лежит, вернее, из-под чего-то. Здесь шкаф Димина. Моя одежда, свою. Сюда вешать стало. Кстати, чуть-чуть еще место есть, а то собираюсь на дня шкаф свой разгребать. Там много одежды надо выкинуть. Сейчас что-нибудь сюда повешу. Покажи, покажи картиночки, какие красивые. Да? Да, окошечки. Это у нас окошечки, да? Юный кулинар. Да. Дима выбирает, какой мы будем печь хлебушек. Но мы будем печь шиабат, потому что она самая простая, вкусная. А там мы потом уже добавим, что хотим. Зачем ты вынул? Ай-яй-яй. Я теперь эту шиабат не найду в жизни. Да, здесь хоть и сделано удобно. Но все равно очень сложно искать. Тут вот, смотрите, просто рецепт 71. Ищешь не по страницам, а по рецептам. Вот они здесь написаны. Тут есть и страница. Но ищешь по рецептам. Но только обращай внимание, всегда на странице. Это не очень удобно. Куча всего. Это моя хлебопечка. Она у меня три в одном. Вот, как бы она в ней мультиварка. И еще йогуртница. Йогурт я не помню, мы с вами делали или нет. Я помню, что я его заделывала уже два раза. И два раза попадала после него в больницу. Ну, не после того, как я его съем. А просто как будто это случайно. Просто со мной что-то происходило, что-то заболело. И я попала в больницу первый раз, я помню. У Димы температура там поднялась. Я его только поставила. У Димы температура под 40. Мы в больницу попадаем. Муж уже просто там его съедает. Он там не успел доделаться. Второй раз я его уже таки сделала. Поставила в холодильник. И на следующий день я даже попробовать его не успела. Мы опять с Димой попадаем в больницу. Или с Димой, или я одна. А, по-моему, одна я даже попала. Когда я там лежала зимой. Вот. Если честно, я хочу йогурт. Но я уже просто начинаю бояться. Уже это просто идет от мозгов. Что раз так, значит я могу вот так. Не, мне надо там, нет, не вытаскивай. Переверни ее. Посмотри, какие рецепты. Тут гречка рассыпчатая. То есть в ней можно делать в хлебопечке гречку. Вот она у нас такая вот чаша. С мешалочкой. Но она довольно маленькая. Кстати, в ней получаются очень вкусные супы. Поскольку, когда мы варим с вами суп. То есть мы варим большой кастрюли, мясо. Он не такой ароматный. А здесь маленькая. Кладется большой кусок. Сверху закрывается фольгой. Такой ароматный. Такой вкусный вообще. Просто обалденный. Или там какой-то я и печень как-то что ли варила. Очень вкусный. Говядина особенно. У меня есть рецепт говядины. Не помню, опубликовала его или нет. Есть он у меня там. Я помню, делала. Но очень вкусный. Именно вот большой кусок мяса. В маленькой кастрюльке. Которая проваривается закрытой крышкой. Очень вкусный. Так, ты меня сейчас его замучаешь. Давай. Так, давай ищи рецепт. Сейчас мы с вами будем, вернее мы с Димой будем делать хлебушек. Но я насколько помню, у нас очень мало муки. В эти магазины мы не можем, потому что у нас нет денег. У меня в кошельке там вообще осталось рублей 100 наверное. Вот Женька только по зарплату в понедельник получает. А сегодня суббота. Вот. И поэтому сейчас будем печь хлеб. На самом деле я очень люблю такие дни. А когда нет денег, ты начинаешь ужиматься и начинаешь тратить те продукты, которые так давно лежат. Про которые ты забыл. Или там что-то еще. Вот. И сейчас мы будем по сусекам гребсти, как в той сказке. Печь колобка маленького. Дайте им. Сейчас мы посмотрим сколько у нас муки. В любом случае у меня есть еще ржаная мука, льняная мука. Сейчас мы будем что-то такое добавлять. В прошлый раз мы немножко делали, у нас получился серый хлеб. Не белый. Я хотела белый, но чуть-чуть вроде добавила. А, мы с тобой еще семечки добавим. Вот. Мама семечки нашла. И будет в принципе по весу что-то похожее. Вот. Так. Решила я поставить штатив, потому что это очень интересно, чем занимается Дима параллельно. Это очень интересно на самом деле. Вот. Вот. Я там камеру подвинула. Вот так это будет интереснее. Тут не обращайте внимания, мы сейчас только что завтракали с Димой. Я тут кушала мед, ой, вернее печенье, намазала сверху маслом и медом, как в детстве вместе с кофе. Вот. Потому что эта чашка стоит. Вот. Термос. Мы делали этот шиповник. Дикий шиповник заваривали. Обалденно вкусный. Такой вкусный. Я его раньше не пила. Вот. И, наверное, я все это сделаю в быстром режиме. Как мы там все это взвешиваем. Дикий шиповник заваривали. Дикий шиповник. Дикий шиповник. Давай, Дима. Давай, Дима. Бери. Опаньки. Вот так ее потряси. Еще уберем. Держи ее. И мы сюда высыпаем. О! Так. Ну, наконец-то я поставила камеру так, чтобы было видно Диму. Вот. Мы здесь. Дима, с Димой, с Димой, с Димой, с Димой. Режем яблочки. Такое вот у меня яблочко. Зеленое, обычное. Это для чая. Я уже вот тут нарезала, вы видите. Вот. Решила с вами разрезать последнее яблочко. Вот. Ой, гнилое. Вот. Поэтому я взяла много яблочек, потому что... Вот она, целая кучка здесь у меня. Там гнилые уже. Уже, да, гнилые попадаются. Вот. Это для чая. Хочу, чтобы чай был с ароматом яблока. Такой терпкий, кислинкой. У нас, конечно, еще будет лимон. Но, тем не менее. Куда собрался? Дима, ты куда? Ты устал уже, да? Устал? Сейчас, мама, еще лимон будет сейчас резать. Так. Вот такое вот у нас получилось чудо. Дима захотел попробовать лимон. Да. Вот так. Захотел Дима попробовать лимон. Сейчас мы этот лимончик отрежем. Вот такой у нас кусочек. Конечно, это надо было давать гораздо раньше. Да, Дима? Давай. Вкусно, да, Дима? Ты мне так все лимоны съешь. Решила я все-таки лимон дорезать, чтобы его высушить. Потому что сушить долго. Думаю, дай ребенку попробую дать. Первый раз дала, не включая камеру. Думала, сейчас он вообще закислится. Нет, смотрю, реакции нет. Думаю, настоящий мужчина. Да, я думаю, камеру включу. Снова даю, попробую. Думаю, может не распробовал. И опять? Я думаю, может лимон сладкий? Попробую. Он кислый. Язычок вот чуть-чуть кислый. Невозможно. Да, у нас там хлебопечка заработала наконец-то. Прождала я целый час, чтобы ее включить. А ты у него не кислый. Для него все нормально. Напишите в комментариях, у кого ребенку два года пробую давать лимон. Понравился ребенку или нет? Напишите обязательно.